Привет всем любителям физкультуры и спорта! В эфире очередной выпуск программы реального спорта Ульяновск. Это проект Олимпийского совета Ульяновской области и я его ведущий Михаил Расашанский. И сегодня мы с вами посмотрим, как футбольный форвард Ромал Набиев во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Ульяновска по мини-футболу. Поиграем в баскетбол с аккордсменом Ульяновской области Андреем Чаусовым, а также побываем на празднике в школе плавания и на тренировке у чемпионки России по спортивной гимнастике Алены Глотовой. И все это мы сделаем вместе в компании с нашим гостем, заслуженным работником физической культуры Российской Федерации Владимиром Лазаревым. Здравствуйте, Владимир Николаевич! Добрый день! Владимир Николаевич, вы, пожалуй, один из самых опытных руководителей в ульяновском спорте. Если бы получили предложение в очередной раз возглавить министерство, согласились бы? Ну, вопрос, наверное, несколько некорректен к моей возрастной категории. Я прочно перешел в разряд ветеранов спорта. Сейчас я могу посоветовать, порекомендовать, проконсультировать, поучаствовать в работе той или иной комиссии. Могу быть наставником. Наверное, еще есть компетенция и опыт работы. Владимир Николаевич, вот мудрость руководителей заключается в том, чтобы расставлять правильно приоритеты. В спорте это значит усиливать сильную сторону. Вот у нас сейчас очень много видов спорта в Ульяновске. Может быть, меньше да лучше? Задача Министерства спорта, Управления по физкультуре спорта, администрации муниципальных образований правильно расставлять приоритеты. Что-то надо поддерживать, а что-то надо развивать. В углового угла, конечно, ставятся опорные виды спорта, олимпийские виды спорта. Ну и не надо отталкивать от себя желание определенных групп спортсменов заниматься тем или иным видом спорта. Конечно, все виды спорта хороши, и пусть они все, конечно, развиваются, но есть навыки, которыми должен обладать каждый человек. И один из этих навыков – это, конечно, умение плавать. Воспитать гармонично развитого человека и начать эту благородную миссию с плавания. Такой путь видит в Ульяновской школе спорта и фитнеса Турбо. В ней работает по многим направлениям – спортивная гимнастика, акробатика, хореография и ОФП. Но занятие в бассейне все же в приоритете. Это наша фишка, это наша гордость. И плавание у нас уникально заключается в том, что мы работаем со всеми возрастами – от нуля и до 15 лет. Леве Солодовникову 8 месяцев, 6 из них он посещает бассейн. Его мама Ольга говорит, что не сомневалась ни секунды, когда выбирала для своего сына первую в его жизни спортивную секцию. Плавание настолько правильно развивает все мышцы у ребенка, что когда Левушка появился, мы понимали, что мы буквально месяцок подождем, а потом он сразу пойдет покорять водное пространство. Таких, как Лева Солодовников малышей, в школе Турбо около сотни. Они занимаются в филиалах, которые работают в трех районах Ульяновска. Самые активные приняли участие в первом фестивале грудничкового плавания. Соревнования под руководством опытных инструкторов прошли в бассейне «Торпеда». Любовь к воде, она развивается с раннего возраста и переносится через года. А так и становятся чемпионами, я думаю. Плавание на груди и спине, ныряние и многое подобное. В программу фестиваля вошли нехитрые, на первый взгляд, упражнения. Но со скидкой на возраст участников можно утверждать, что это высший пилотаж спортивного мастерства. Поэтому призы и грамоты получили все, кто в этот день пришел в бассейн «Торпеда». Владимир Николаевич, в молодости вы занимались спортивной гимнастикой. И потом преподавали ее в педоинституте. Нет ли у вас желания поучаствовать в работе региональной федерации? Может быть, пора уже объединить мужскую и женскую спортивную гимнастику? Сейчас остро назрела необходимость действительно объединения женской спортивной гимнастики и мужской. Я думаю, что это, как говорится, задача, в первую очередь, наших руководителей области и города. Потому что это даст новый импульс в развитии этого вида спорта. Тем более у нас есть прекрасные результаты. Как у ребят и особенно сейчас в последнее время у наших девушек. Да, мы не случайно заговорили о спортивной гимнастике, потому что несколько дней назад Алена Глотова добилась фантастического, исторического успеха. И мы побывали у нее на тренировке. Рост в метр сорок три, размер обуви тридцать пять. При таких параметрах ульяновской гимнастки Алене Глотовой дюймовочку в фильмах и спектаклях играть бы. А она на гимнастическом бревне вытворяет такие вещи, которые не подвластны ни одной гимнастке в России. Бревно это такой снаряд, где страшно. И Алена просто не боится. Она идет и выполняет сложные элементы, и работает на совесть. На недавнем чемпионате России в Казани 16-летняя Глотова выиграла золотую медаль. Первую в истории ульяновской спортивной гимнастики. Правда, в командном зачете в составе сборной Привожского федерального округа. Но величия момента от этого не меньше. Очень были радостные, гордые за себя, что мы наконец-то смогли победить Москву, которую никто не может никогда победить. Я думаю, мы подготовились очень хорошо, настроились и всех порвали просто. Наша команда была намного сильнее Москвы, и мы предполагали, что мы будем первые. Но судейство в этом плане немножко необъективное, так как Москва всегда и везде должна быть лучше. Но мы доказали, что может быть и по-другому, что есть спортсмены, которые могут быть выше, чем Москва. Блеснула Глотова и в индивидуальных соревнованиях. Правда, свою любимую комбинацию на бревне она выполнила с небольшими помарками и в призеры не попала. Зато в вольных упражнениях неожиданно для многих показала третий результат. Наверное, первый раз она выступала, когда было телевидение, то есть там все, везде камеры. Ты выполняешь элементы перед тобой, и все это движется. Я считаю, что это большой опыт для нее. Скажу честно, я не замечала этого. У меня не было ни волнения, ни какого-то, ни камер я не боялась, особо не замечала их даже вообще. Было наоборот классно, что вот тебя снимают, тебя все видят, на тебя все смотрят. 8 лет назад первоклассница Алена Глотова приехала с мамой из Саратова в Ульяновск. За эти годы под руководством Дарьи Бесольцевой выросла в первоклассного мастера, которого не стыдно взять в сборную страны. Ее главные черты характера – упорство и настойчивость, а физически она просто создана для спортивной гимнастики, которая посвящает все свое время. Я уже не считаю, что это безумие, потому что я привыкла к этому, я влюбилась в этот вид спорта, и я даже не представляю, вот дня без тренировки, это уже для меня катастрофа. Два занятия в день, частые выезды на тренировочные сборы в другие регионы, туда, где условия для совершенствования мастерства лучше. По такому графику давно уже живет чемпионка России Алена Глотова. Однако переезжать из Ульяновска она не собирается, город стал для нее родным. И именно отсюда она намерена штурмовать более высокие вершины, гораздо выше, нежели чемпионат страны. Дальше у нас будет Кубок России, надо тоже там выиграть. И потом, надеюсь, откроют границы, и мы сможем куда-то выехать на чемпионат Европы, мира и потом Олимпийские игры. Владимир Николаевич, лето – это традиционно время футбола. Вот футбольная «Волга» радует нас сейчас своими результатами. Как считаете, какое будущее у нашего ульяновского футбола? Я думаю, что будущее у нашей команды есть. У нас сейчас прекрасная материально-спортивная база, строится зимний манеж. Я думаю, имеется специализированная детско-юнская спортивная школа Олимпийского резерва. Главное сейчас – выстроить систему футбола. Это от первенства до чемпионатов в области, чтобы у ребят, которые начинают заниматься этим видом спорта, была реальная возможность попасть в главную команду ульяновской области. Ну а мы сейчас посмотрим, как форвард Ромал Набиев во второй раз подряд в своей карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата Ульяновска по мини-футболу. 36 мячей в 17 играх. Форвард мини-футбольного ПСК Ромал Набиев во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром суперлиги чемпионата Ульяновска, забив на 7 мячей больше, чем год назад. У меня команда, партнеры очень хорошие, они находят меня вовремя, мы как бы сплоченно играем, знаем друг друга как бы и за счет этого. Мне кажется, из 30 голов 15 или 20 голов я в пустые забил, наверное. Про 20 голов в пустые ворота – это, конечно, преувеличение. Зачастую гол Набиева – это симбиоз командных действий и индивидуальных способностей форварда. И пропорция этих компонентов, как правило, 50 на 50. Быстрый, крепкий, сильный. И мне очень нравится против него играть. Я считаю, что один из сильнейших в нашем чемпионате. И то, что он второй год подряд лучший бомбардир, это говорит о его высоких игровых качествах. Если смотреть глубже, то можно смело утверждать, суперрезультативный форвард Ромал Набиев – это продукт мини-футбольного ПСК, в который он пришел несколько лет назад фактически никем. Но под руководством тренера Дмитрия Николаева стал лакомым кусочком для любой команды, играющей в современный мини-футбол. Здесь очевидно, человек просто фанат. То есть, если бы у него была возможность тренироваться, я не знаю, 20 часов в день, он бы тренировался. В детстве перед Набиевым стоял непростой выбор между дзюдо и футболом. В итоге победил мяч. Сейчас Ромалу 26. И свою жизнь он не представляет без спорта. Я еще не в футболке встал. Да не знаю даже. Спасатели, наверное, какие-нибудь. Не знаю. Телосложение, наверное, чисто для спасателей. Пока же Набиев спасает свой ПСК, который в нынешнем чемпионате попал в непростую кадровую ситуацию. По ходу сезона команда потеряла основного голкипера Павла Нефедова. Странно ему учились многие полевые игроки. Ромалу приходилось играть за себя и за того парня. Потенциал у него огромный. Он бы играл или в тройке команд, которые играли бы в высшей лиге, или, возможно, даже играл бы в суперлиге. Но, к сожалению, он родился в том регионе, играет в том регионе, который на сотни километрах не имеет команды мастеров. Впрочем, сам форвард говорит, что получает удовольствие от игры в Ульяновской суперлиге, в которой у него пока только один титул чемпиона по итогам прошлого сезона. В этом чемпионате ПСК Набиева финишировал лишь пятым. Но мордирские подвиги форварда не помогли добраться даже до бронзы. Владимир Николаевич, рассудите, пожалуйста, спорщиков. Одни говорят, что главный в спорте – это массовость. Другие утверждают, что главный двигатель спорта – это спорт высших достижений. Вы на чьей стороне? Я бы, как говорится, ударил спорщикам по рукам. Здесь тесная взаимосвязь, корреляция, массовость и спортивное мастерство. То есть есть такое понятие – количество переходит в качество. Чем больше занимаются, тем больше в процессе того или иного вида спорта соревновательных участвуют спортсменов, тем легче отобрать те золотые крупицы, алмазики, чтобы их потом, скажем, в специализированных школах Олимпийского резерва ошлифовать в бриллианты. Поэтому здесь четкой границы нет. Это все взаимосвязано. Вы представитель комиссии регионального Олимпийского совета по работе с ветеранами спорта. Насколько активны сейчас наши коррифеи? У нас есть виды спорта в федерации, которые участвуют в ветеранском движении, то есть в соревновательной деятельности. Они ушли из большого спорта, но собираются в свободное время, тренируются и участвуют в соревнованиях областных, и участвуют в республиканские, а многие, как скажем, в борьбе, в чемпионатах мира, чемпионатах Европы. Это надо приветствовать. Я считаю, что у нас есть определенный костяк. Я в городе отмечу Геннадия Кочкарева, в Димитровграде тоже есть представители. Сейчас Олимпийский совет бывает в муниципальных образованиях, тоже образовывает Олимпийский совет. И там человек, который отвечает за ветеранское движение. Я думаю, что у нас ветеранское движение, как говорится, на должном уровне. И очень здорово, что многие федерации уделяют внимание нашим ветеранам. И среди них и баскетболисты. Седина в борду и виски, а баскетбольный бес в ребро. Ульяновская областная федерация оранжевого мяча взялась за возрождение ветеранского движения. В регионе создают команды из тех, кому за 40. При этом спортивные чиновники констатируют, это не столько спортивный, сколько социальный проект. Это не говорит о том, что это ветераны какого-то направления, и что они старые, пенсионного возраста. Это ветераны спорта. Это те люди, которые не могут уже на данный момент конкурировать с ребятами более молодого возраста, но еще хотят играть и выступать, показывать себя на какой-то определенной арене. После семилетнего перерыва призер чемпионата области Ульяновец Михаил Чванов снова на баскетбольной площадке. Через пару лет ему 50, но на разминке обнаруживает такую гибкость, что в пору тесты ГТО выполняют на золотой знак отличия. А вот от прежнего чувства мяча остались 50%, говорит сам Михаил, но обещают вернуть его на былой уровень. Просто игру посмотреть, со стороны это одно, а самому поучаствовать совсем другое. И хочется опять это ощутить и собраться со своими старыми партнерами. Хочется вернуться в ту атмосферу, как раньше был, почувствовать себя молодым, наверное. Есть в ветеранской команде и своя легенда Андрей Чаусов. В начале 2000-х еще студентом педауниверситета он установил рекорд результативности для чемпионата Ульяновска, набрав в одном из матчей более 60 очков. Достижение это держится до сих пор. В спортивном строю и сам Андрей. Сейчас это уже смысл жизни, это даже больше, чем хобби. Просто так уйти из этого спорта сейчас у меня навряд ли получится, и, соответственно, я буду заниматься этим столько, сколько мне позволит здоровье, наличие свободного времени. Одна тренировка в неделю и контрольные игры с более младыми соперниками. Это программа «Минимум», с которой началось возрождение ветеранского баскетбола Ульяновска. В скором будущем сборной региона играть в Нижнем Новгороде на всероссийских стартах. А время нашей передачи подошло к концу. Сегодня у нас в гостях был реальный, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Владимир Лазарев. Ну а с вами был реальный спорт Ульяновск. Встретимся через неделю, 22 апреля. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова